МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ПОДИ на телеканале ЛОД. В студии Светлана Попова. Сегодня в выпуске. В Северодонецке состоялся конкурс автоперевозчиков. В Северском Донце стремительно падает уровень воды. В Северодонецке прошел конкурс по перевозке пассажиров на пригородных и межгородских маршрутах. Его проведение планировалось на начало июня. Однако из-за отсутствия кворума конкурс тогда не состоялся. Перевозчики провели несколько акций протеста. А областная власть заново создала комиссию. Сегодня конкурс проходил в режиме максимальной открытости. На 43 маршрута поступило 67 заявок. Заседание длилось более 6 часов. В результате из 43 маршрутов перевозчики были определены на 26. По 17 маршрутам конкурс не состоялся. По словам членов комиссии, виной тому ошибки в документах либо недостоверная информация. Также не оказалось желающих осуществлять перевозки по трем маршрутам. Перевозчики считают их убыточными. Повторное проведение конкурса пройдет не ранее, чем через два месяца. Алексей Ярош и Сергей Зарецкий из завтрашнего дня снова заместители северодонецкого городского головы. Напомним, полтора месяца назад они были отстранены от своих обязанностей постановлением секретаря гурсовета Григория Пригебы. Чтобы восстановиться в должности, оба чиновника обратились в суд. Уже на втором заседании их иск был удовлетворен. Решение Григория Пригебы признано незаконным. 28 июля заместители мэра могут выходить на работу. Полтора месяца назад были незаконным распоряжением Пригебы. Григория Пригебы уволены со своей работы. И да, потребовалось некоторое время восстановить справедливость. Судья просто сел, прочитал материалы дела, выслушал стороны и принял законное решение. То есть доводы юристов Минской Рады, они были неубедительны, они не глубоки были и не содержали в себе ничего такого, что могло бы лечь в основу распоряжения вот этого, а не законном увольнении. Закрыт вопрос по образованию, закрыт вопрос по квалификации. То есть все эти вопросы, которые наши политические оппоненты пытались выдать за истину, они не выдержали в суде никакой критики. Вот этим решением закончилось то какое-то нелепое противостояние, которое было между областной администрацией и городским советом. Сейчас мы будем работать в конструктиве и только на благо горожан. Река Северский Донец является главной водоснабжающей артерией для Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Из-за аномальной жары и технологических причин уровень воды в реке стремительно падает. Как сохранить реку, обеспечить всех потребителей чистой питьевой водой, представители трех областей решали на выездном совещании. Какие вопросы рассматривали и о чем договорились, расскажет Наталья Войнова. Выездное совещание представителей трех самых засушливых областей Украины началось на берегу реки Северский Донец у главного источника питьевой воды в регионе. В последние годы уровень воды в реке стремительно падает из-за аномальной жары. Вторая причина – отсутствие денег для перекачки воды из водохранилища Харьковской области. Последняя прокачка была в ноябре-декабре 2013 года. Хотя по регламенту ежегодно два раза в год должна идти прокачка воды, потому что на территории востока Украины практически 15 лет нет паводков. И Северский Донецк, как основная река для обеспечения питьевой воды в трех областей, не промывалась пойма реки. Белогоровский водозабор снабжает питьевой водой порядка 90 тысяч людей на подконтрольной территории и около двух миллионов на оккупированной. Он находится ниже всех по течению реки, поэтому сюда приходится минимум осадков и максимум сбросов. Состояние Донца зависит от каждого жителя региона, считает директор районного водоканала. На бытовом уровне – это не засорять берега. Просто не засорять берега. Завериться себе правилом – с чем пришел, с тем и ушел. Мы же с вами видим, что делается на берегах реки Северский Донецк, других водоемов. То есть отдохнули, развернулись и ушли. После этого всего нам надо это все очистить. И мы потом все дружно это дома пьем, купаемся, готовим пищу. Работа водозаборов напрямую зависит от поддержания всей экосистемы реки, считает Иван Юрьевич. Капитальные мероприятия требуют и капитальных вложений. Мы находимся на западно-фильтровальной станции. Это самый большой водозабор в Луганской области. Вот эта отгороженная территория называется водозаборный ковш. И в настоящее время она остро нуждается в очистке. Суть работ заключается в следующем. Специальное устройство под водой размывает грунт и высасывает ил на берег в отведенное место. Последний раз такие работы здесь проводились 20 лет назад. За это время высота ила местами достигает 1 метра. Стоимость таких работ – несколько миллионов гривен. Засушливые года негативно влияют и на экосистему водохранилищ. В них разводятся водоросли, которые поглощают кислород, говорит руководитель бассейного управления Виктор Антоненко. Парагноз дал срочно и дает такой, что еще до 2020 года вот такая будет обстановка температурный, повышенный режим будет и воздуха, и воды. Из государственного бюджета уже выделено 60 миллионов гривен на прокачку воды из Краснопавловского водохранилища по реке. Эти долгожданные работы планируют начать осенью. А пока участники заседания решили усилить контроль за сбросом нечистот и оздоровить русло Донца, проходящее через Луганскую область. Наталья Воинова, Илья Трофимов, Падии. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске. Жители незаконной ЛНРи живут в условиях полного бесправия. В Белокуракино ремонтируют тротуары. Жители незаконной ЛНРи живут в условиях полного бесправия. Главарь боевиков Плотницкий создает рабочую группу для переговоров с нардепом Надеждой Савченко. В оккупированной Донецкой области предприниматели устроили бунт. Протестуют против непомерных налоговых поборов. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Жители оккупированной Луганщины живут в условиях полного бесправия. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Роман Бачкала, передает «Часпик». Журналист рассказал историю жителя оккупированного Алчевска, из которого становится ясно, что жители псевдореспублик уже довольно хорошо разбираются в местной политике. Так, по словам местного жителя, за последние дни в оккупированном Алчевске произошло несколько резонансных событий. Вначале террорист из ненародной милиции во время совместного принятия алкоголя зарезал хозяина квартиры. В этот же день вечером на вокзале загорелись цистерны с бензолом и битумной смолой. Всего сгорело около семи цистерн. Дым от пожара был виден в соседней Прянке и Перевальске. Тушить пожар приехали все пожарные машины незаконной ЛНР и с горем пополам с пожаром справились. Официальная версия пожара – взрыв от самодельного взрывного устройства, оставленного украинской диверсионно-разведывательной группой. Неофициальный подрыв из-за того, что хозяин цистерн не захотел платить боевикам дань. Но, скорее всего, это из-за несоблюдения техники безопасности. В оккупированной Луганской области ее никто не соблюдает. Этот случай не первый. Так оккупанты заботятся о местном населении. Главарь боевиков Плотницкий поручил создать в ближайшие дни рабочую группу по переговорам с Надеждой Савченко. Об этом сообщает страна Юэй. Окупант Плотницкий пояснил, что не против встречи с Савченко. Он поручил председателю Ненародного совета ЛНР и Владимиру Дегтяренко создать для этого специальную группу. Говоря о сроках, он обозначил, что рабочая группа может быть создана в ближайшие дни. А встреча пройдет на территории Луганской псевдореспублики. В случае приезда Савченко Плотницкий заявил, что гарантирует ее безопасность. Правда, Надежде Савченко об этом ничего не известно. Возможно, в группу войдут депутаты бандитской ЛНР, которые принимали участие в том бою, во время которого Надежда Савченко и попала в плен к боевикам. На оккупированной территории Донецкой области предприниматели устроили настоящий бунт. В Донецке, Горловке и Макеевке бизнесмены пришли к местным недочиновникам, протестуя против непомерных налоговых поборов в незаконной ДНР. Об этом сообщает главре. Так, новым псевдозаконом о налоговой системе малый и средний бизнес обложили такими непомерными налогами и сборами, что торговцы не выдержали. Самая главная их претензия – бюрократизированная система и высокие ставки таможенного сбора при ввозе товара на территорию фейковой ДНР. Есть и другие претензии. Например, их заставляют переходить на общее налогообложение, заставляют платить налоги с продажи товаров бывшего употребления и так далее. Бизнесмены утверждают, что им приходится на всех таможнях постоянно давать взятки. Такие драконовские меры принимают боевики, чтобы усмирить местное население. В поселке Белокуракино начали ремонт тротуаров. Депутаты поселкового совета выделили на это деньги. Через два месяца на трех улицах будут новые пешеходные дорожки. Подробности в материале. Тротуары по центральным улицам поселка Белокуракино давно пришли в негодность. Ямы, лужи и грязь. Весной и осенью после дождей пешеходы тротуарами не пользовались, а шли по проезжей части, создавая помеху проезжающему транспорту. Решением сессии поселкового совета было принято решение сделать четыре капитальных ремонта тротуаров. Это по улице Парковой, по улице Исторической два тротуара и по центральной, на которой мы находимся. Одновременно работают две бригады по пять человек. Срок, который будет проведен капитальный ремонт, это август-сентябрь этого года. Семь, лавочки. Позаготавливаем почву. Бордюры повитягивали сначала, повикидали. Тоді песок завезли, розгривняли. Хлопцам разводим раствор, кладем, а не кладут плиточку. Оце у нас и дело, така работа. А це уже засыпаем бордюры, чтобы было красиво. Все лавочки две обещают, ёлочки три посадят. По этой дороге я ходила каждый день. Раньше тут постоянно были всякие лужи и грязь. И сейчас теперь тут плитка, и удобно ходить стало намного. Это просто замечательно. Если это еще будет очень добротно сделано. Белокуракина также планирует отремонтировать автодороги и благоустроить территорию поселка. Елена Сверхановская, Юрий Ромасюк, Подиен. Что делать, если нашел мину? Мультфильмы о противоминной безопасности сняли для детей из зоны АТО. Анимационные ролики разработал детский фонд ЮНИСЕФ. Мультики рассказывают о жизни мальчика Саши и его кота Шкоды. Они ловко избегают проблем с минами благодаря знаниям и правилам безопасности. Анимационное видео рассказывает о минах-растяжках, минных полях, предупреждающих знаках. И о том, как правильно вести себя, если обнаружил взрывное устройство, чтобы остаться живым и здоровым. Чтобы не пострадать от мин, в мультфильме советуют ее не трогать и даже не фотографировать на мобильные телефоны, а сразу позвонить 101. И в завершении выпуска о погоде на 28 июля. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOTLGUA и в новостях Радио Пульс. Увидимся с вами завтра. Хорошего вечера.